Минус 8. Из списка проблемных объектов долевого строительства в Сочи в минувшем году исчезли 8 домов. Это значит, что они перестали быть проблемой как для города, так и для собственников. Люди вселились в долгожданные квартиры. Это стало возможным благодаря привлечению новых инвесторов. Работа непростая. Ведь новому застройщику не очень выгодно доводить до ума объект, в котором еще несколько лет назад были проданы почти все площади. Тем не менее, в Сочи удалось найти ответственные компании, которые после ряда экспертиз решили взяться за долгострои. Как пример, многострадальный ЖК Курортный. Свои квартиры там ждут 434 дольщика. Застройщик находится под следствием и под стражей. Мы ввели туда нового инвестора, акционерного общества, которое сегодня занимается вопросами проектирования и получения экспертизы. На это у него уйдет время до июня месяца. Мы надеемся, что в июле он получит новое разрешение на строительство. И таким образом, к 2021 году он должен решить вопросы со всеми теми дольщиками, которые там объявились. Также достигнута принципиальная договоренность с инвестором по двум объектам компании Ида. В стадии заключения инвестиционное соглашение по объекту ЗАО «Сафи». Там свои метры ждут еще полтысячи дольщиков. Таким образом, возобновлены работы по семи объектам. Но мало просто достроить. Надо подать в дом воду, свет, газ. Причем в объеме, достаточном для многоквартирного дома. Здесь дольщикам приходится объединяться в товарищество собственников. Городские власти помогают им заключить инвестиционные соглашения с коммунальщиками. Сейчас продолжаются работы по завершению устройства инженерных сетей на объектах, право собственности в которых признаны в судебном порядке. Это объекты компании «Наш Дом Сочи», «Внешоптоторг» и «Садкоинвест». Муниципалитеты сегодня, по большому счету, полностью берут на себя эту работу. И обращаться нужно к нам. И мы говорим о том, что все вопросы, связанные и с подбором инвесторов, и с координацией деятельности самих дольщиков, мы берем на себя. Потому что, например, я сам принимал участие практически во всех собраниях дольщиков, для того, чтобы они приняли, наконец-то, какие-то правильные решения, которые помогли бы дальше им помогать. Потому что самая большая беда была – собрать их. Потому что они не могли кворум набрать, потом они не могли принять решения, не могли определиться с внешним управлением. Этот путь долог и сложен, но он приносит результат. В прошлом году торжественно заселились в свои квартиры жильцы дома на улице Учительской. В этом году ввода в эксплуатацию ждет объект по улице Санаторной. В целом, до конца года планируется вывести на финиш работу по четырем таким объектам. Однако в борьбе за права дольщика важен еще один момент – не допустить появления новых несостоявшихся новоселов. Поэтому в Сочи введен контроль за всеми строительными объектами. В этом году по договорам долевого участия на курорте должны быть сданы 11 домов. За каждым тщательно следят, чтобы не допустить появления в городе новых долгостроев. В целом, вопрос с обманутыми дольщиками в Сочи планируют полностью закрыть до 2021 года.